Здравствуйте! Вы смотрите программу Саратов Сегодня. Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Полина Попенец. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. Решали судьбу дома купца Шмидта. Здание больше ста лет. Чиновники из Минкульта планируют купить его по завышенной стоимости. Затопят через неделю. Эти земляные валы сейчас необходимо убрать, дабы вода беспрепятственно проходила через этот участок. В Саратове продолжают готовиться к паводку. Попали в объектив камеры. Саратовские водители присылают нарушителей на дорогах. Какая погода за окном будет в четверг 14 марта на первомученицу Евдокию через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохадский. Не переключайтесь. Покупать или не покупать. Сегодня в областной думе на комитете по бюджету разгорелась дискуссия. Народные избранники против регионального министерства культуры. Яблоком раздора стал объект культурного наследия на улице Радищева. Дом купца Шмидта хотят купить для колледжа искусств. Надежда Новикова узнала, почему депутаты областной думы против этого. На заседании комитета по бюджету областной думы самые жаркие споры вызвал вопрос переезда колледжа искусств в новое здание. Правительство области за счет региональной казны решило купить для учебного заведения дом по адресу Радищева, 14. Причем, по словам народных избранников и общественных деятелей, по завышенной цене якобы за 200 миллионов рублей. Взволновал многих народных избранников и тот факт, что само здание – это объект культурного наследия. Дом был построен в 19 веке и принадлежал купцу Шмидту. Содержать его удовольствие не из дешевых. Деревянные перекрытия. Здание больше ста лет. Содержание его и ремонт капитальный, который должен будет происходить, и вообще его содержание в разы больше, чем здание с нормальными... Оно там сделано. Тем не менее, вывеску повесили на здании. Студенты будущие артисты балета здесь уже занимаются. На первом этаже хореографический зал. Министр культуры области Татьяна Гаранина отстаивает этот вариант как наиболее подходящий. Прожив там какое-то время, мы поняли, что он устраивает все в этом здании. В том числе мы готовим лицензирование по нашей общеобразовательной деятельности. Поэтому и встал оттуда вопрос выкупить это здание. Я предлагаю сначала лицензию получите. Если вам не дадут лицензию, куда вы его денете? Сделку купли-продажи общественники и народные избранники просят проверить на соответствии конкурсным процедурам. Также депутаты областной думы хотят, чтобы представители регионального министерства культуры предоставили акты обследования зданий противопожарной безопасности. В итоге решено было создать рабочую группу по вопросу покупки нового здания для колледжа искусств. Надежда Новикова, Олег Бирюков, Саратов-24. Около 400 домов. Столько построек может подтопить в Саратове уже через неделю. Этого больше всего опасаются жители частных секторов. Снег тает и вода собирается на их участках. Коммунальщики уже начали готовиться к паводку, чистят ливневки и сооружают трубы для откачки. Правда, возникли новые проблемы. Павел Фитилев узнал, почему снег, вывезенный с улиц, может затопить город. Кировский район Саратов недалеко от аэропорта. Сюда везут снег со спальных районов города. Рядом с полигоном частные дома. Больше 300 построек может подтопить уже в ближайшие дни. Вся вот эта снежная масса, когда она начнет таять, она будет уходить на дорогу. Вся проблема в трубах. На полигоне их нет. Снег растает и подтопит участки. Ревизоры обязали городских чиновников решить проблему. Расчистить проходы, чтобы вода уходила. А после весны обяжут власти построить трубы на территории свалки. Внизу, где проходит проезжая часть, от частного сектора вниз в сторону молочки, там помимо снежных заносов еще есть и земляные валы. Эти земляные валы сейчас необходимо убрать, дабы вода беспрепятственно проходила через этот участок дороги. Не задерживалась на нем, не скапливалась и не образовывалась, соответственно, дамба. Если у нас будет непрерывный проход воды по этому участку местности, то, соответственно, и угрозы подтопления этих домов не будет в результате того, что вода не будет скапливаться, будет проходить дальше. Работы кипяты на пруду Симхоз. Весь коммунальщики соорудили дренажную систему. Проложили трубы до оврага, чтобы в округе ничего не затопило. Лишняя вода будет сама уходить. Раньше такого не делали. Снега столько не было. Главное теперь, говорят специалисты, чтобы мусор не забивал систему. Если брать в прошлый год осадков значительно было меньше, проблем здесь не возникало. В 2010 году была проблема. Приплыл диван, пришлось его оттуда извлекать уже. Мы, чтобы не допустить этих вещей. Частный сектор, люди выбрасывают и мусор хозботовой, можно чего угодно подбить переливную трубу. Поэтому мы за этим процессом отслеживаем. Такие участки, как пруды, такие участки, как овраги, такие участки, как малые реки на территории города Саратова. Здесь главная задача создать небольшой отвод воды, чтобы она потихоньку уходила. Главная задача там, где асфальт, это очистка ливневок. В настоящее время там все работы сделаны практически. Идет очистка в постоянном режиме. Справятся ли ливневки в Саратове с талой водой, пока неизвестно. Их меньше в два раза, чем нужно. Всего же, по словам коммунальщиков, в этой зиму из Саратова уже вывезли больше миллиона кубометров снега. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году. Павел Фитилев, Роман Шельдяев, Саратов-24. Сбросят скорость. Патрульные собираются переписать дорожные правила. Разрешат превышать только на 10 километров в час. За все, что выше, придется заплатить штраф. Об этом сегодня рассказал главный автоинспектор страны Михаил Черников. Говорит, это нужно, чтобы снизить число аварий. Саратовским лихачам письма счастья приходят не только с дорожных камер. За автохамами следят и сами автолюбители. Роман Базан посмотрел очередные ролики. Далее рубрика «Автохам». За минувшую неделю в нашем архиве накопилось много материалов с нарушениями на дорогах. Сегодня покажем самые вопиющие. Наш помощник Патрик снял очередное нарушение в Октябрьском районе. На улице Чернышевского Нива проехала на красный свет. Возмутилась даже девушка-пассажир нашего телезрителя. Александр Разенкин просит патрульных провести рейд по парковкам у торговых центров. Говорит, на стоянках для инвалидов все, кроме них самих. В пример поставил Самару. Там рассказывает, если занято, то подъезжает эвакуатор и увозит. Заводской район Саратова на улице Орженикидзе водитель «Мерседес» грубо нарушает. Проехал на запрещающий сигнал светофора. Очевидцы удивляются, не побоялся даже здания с автоинспекторами напротив. Елена Головковская рассказала о наглом автохаме с улицы Блинова. 21-й дом. Владелец девятки припарковался у лестницы. Да так, что проход перегородил полностью. На преграду нарвалась и Наталия Денисова. Шла по бульвару Мювки в Солнечном и уперлась в Вольсваген. Водитель бросила на марку рядом со скамейкой. Теперь нарушителями займутся автоинспекторы. Им мы передали все материалы, вместе с теми, что не попали в эфир. Если вы стали свидетелями хамства на дорогах Саратовой области, присылайте видео на электронный адрес редакции. Давайте бороться с автохамами вместе. Массово уезжают. Саратовская область попала в число худших регионов потоку населения. Только из Саратова за предыдущий год уехало более 10 тысяч человек. Об этом сообщают в Росстате. Специалисты подсчитали разницу между числом убывших и прибывших в регионы за прошедший год. Хорошими показателями похвастались только 18 субъектов России. Саратовская область оказалась на самых последних позициях. Наш регион третий с конца из всех 85 субъектов. За предыдущий год население всего региона уменьшилось на 10 тысяч 348 человек. За 2018 год к нам приехало почти 64 тысячи человек, а уехали 74 тысячи. Хуже ситуация только в Омской области и Дагестане. Тема переезда из Саратова в другие города заинтересовала многих на сайте информационной службы «Саратов-24». Эта новость набрала более 40 тысяч просмотров. Мы провели опрос среди пользователей интернета и выяснили причины переезда. Среди них больше всего бывшие жители Саратова называли тоску и безнадежность города. Как отмечали респонденты, они теряли интерес ко всему, живя здесь. Для амбициозных молодых людей Саратов со временем становится прочитанной книгой и хочется покорять новые вершины города. Также среди причин лидируют семейные обстоятельства. В основном саратовцы переезжают в столичные регионы Москву и Питер. Подробнее о погоде в нашем регионе расскажет Александр Новохадский сразу после небольшой рекламы. Далее мы продолжим знакомить вас с новостями. Накопить и приумножить на образование, отдых, свадьбу или ремонт. Принимаем сбережения под 15% годовых. Сбережения от 10 тысяч рублей. Просто, выгодно, надежно. Гарант Кредит. Генеральный спонсор прогноза погоды, сельскохозяйственный кооператив «Гарант Кредит» поможет сохранить и приумножить ваши сбережения. Просто, выгодно, надежно. Телефон в Саратове 708-444. Здравствуйте. В четверг, 14 марта, на первомученицу Евдокию, в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе и Балакове, в основном небольшая облачность, и лишь в отдельных районах возможен небольшой снег. Ветер с северо-западный 5-7 метров в секунду. Днем до нуля, а ночью до минус 10. В Саратове и Энгельсе небольшая облачность и без осадков. Температура днем до 1 градуса, а ночью до 8 ниже нуля. Атмосферное давление повысится до 760 миллиметров ртутного столба. По приметам, если на Евдокию мороз и ветер с севера, это к холодному лету. А спонсор прогноза погоды – фирменный салон матрасов и мебели «Мелодия сна». Яркие эмоции, здоровый сон. Всем добра, здоровья и удачи. До встречи. Корпус ровный, габариты что надо. Да, купе. Но в смысле, двуспальное. Дорогой, мы кровать купили полгода назад. Ну, хватит уже хвалиться. В марте покупайте с выгодой до 50%. «Мелодия сна». Яркие эмоции, здоровый сон. Мы продолжаем знакомить вас с новостями, работаем в прямом эфире. Депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, назвавшего малоимущих пенсионеров тунеядцами и алкашами, исключили из «Единой России». Об этом сегодня написали РИА Новости. Как отмечается, за исключение Набиева члены партии проголосовали единогласно. О других событиях глазами федеральных журналистов в нашей рубрике «Новости страны». Национальный антитеррористический комитет опубликовал кадры спецоперации по ликвидации боевика в Самарской области. По сообщениям спецслужб, в одном из частных домов в селе Екатериновка находился вооруженный мужчина, планировавший совершить теракт. Прибывшие на место силовики предложили ему сдаться, однако в ответ подозреваемый открыл огонь и бросил боевую гранату. В ходе короткой перестрелки сотрудники ФСБ ликвидировали бандита. В доме, где находился террорист, нашли оружие и боеприпасы. В этом году в 41-ю общевойсковую армию, дислоцированную в Сибири, поступит партия новейших зенитно-ракетных комплексов «Бук М-3». Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. Сейчас ракетчики проходят обучение в Оренбурге, где изучают характеристики комплекса. «Бук М-3» — новейший зенитно-ракетный комплекс. Отличительными особенностями новых ЗРК в сравнении с предыдущими версиями являются большее количество ракет, улучшенный комплекс управления и защита экипажа от подрыва. Ракетный комплекс позволяет перехватывать практически все кроватые ракеты и аэродинамические цели. Телеведущий Максим Галкин назвал информацию о своей причастности к подготовке покушения на певца Филиппа Киркорова весенним обострением. Об этом сегодня пишет «Реа Новости». Шоумен также отметил, что понимает, почему слухи так быстро распространились в медиапространстве. Ранее стало известно, что четверо жителей Дагестана готовили взрыв на концерте Киркорова в Махачкале в мае 2017 года. Один из фигурантов Дева заявил на допросах, что убить певца попросил Максим Галкин. В свою очередь, директор Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак назвал информацию о подготовке нападения на концерте в 2017 году полнейшим абсурдом. В Министерстве образования области объяснили, почему Саратов оказался в хвосте рейтинга по зарплатам учителей. Напомню, федеральный рейтинг опубликовала «Реа Новости». Согласно данным, каждый второй учитель в нашем регионе получает зарплату до 15 тысяч рублей. А область оказалась на 68-м месте среди 85-ти. В ведомстве утверждают, что саратовских учителей поддерживает государство, выделяя средства на пособия и надбавки к зарплате. Ее уровень, согласно майским указам президента, доводится до средней заработной платы по экономике. Как отметили в Минобразе, молодые специалисты также получают пособия, например, за работу на селе, единовременные выплаты молодым специалистам. Кроме того, в ведомстве утверждают, что в проведенном исследовании учитывалась зарплата всех категорий работников от дошкольного до высшего образования, от административного до обслуживающего персонала. Поэтому и получились такие данные. Спели в прямом эфире. Сегодня гостями радиостанции «Серебряный дождь» стали студенты и преподаватели Саратовской государственной консерватории. В рамках программы «Дождь над Волгой» они рассказали о прошедшей премьере оперы «Призраки Эллады». Она состоялась 11 марта. Что интересно, всю постановку студенты подготовили и исполнили самостоятельно. Правда, под руководством своих преподавателей. Помимо этого, в студии и радиостанции молодые музыканты исполнили отрывок оперы. Кстати, такое количество гостей на радиостанции приняли впервые. Подкупило то, что это мировая премьера, и то, что мы можем блеснуть, показать себе. То, что тяжело или легко работать со студентами, потому что они полны оптимизма, творчества, желания работать. Россияне перестали поститься. Таковы результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Специалисты поинтересовались у жителей нашей страны, соблюдают ли они Великий пост в этом году. И, как выяснилось, и сотни человек, только двое верующих строго ограничивают себя в пище и развлечениях. Вовсе не обращают внимания на предписание церковного календаря 75% респондентов. До 14% увеличилась доля тех, кто соблюдает только Великий пост. Одновременно уменьшилось и число тех, кто следует всем воздержаниям. Но человек думает, что пост – это что-то неподъемно трудное. А ведь это не так трудно. Если захотеть, то получится. Поэтому можно есть и бутерброды, и каши, и супы. Не обязательно сидеть на корочках, сушках и злиться внутри. Но пусть пища ваша будет разнообразной, постной. А сердце ваше очищается постом, воздержанием, молитвой, покаянием. Что касается отношения к посту, чаще всего он ассоциируется у россиян с окрашиванием яиц на Пасху. Отказом от алкоголя и жирной пищи. Реже всего участники исследования готовы в этот период к ежедневным молитвам и отказу от секса. Напомним, в этом году Великий пост начался в понедельник, 11 марта, и завершится он празднованием Пасхи 28 апреля. Мы решили выйти на улицу города и спросить у саратовцев, а постятся ли они. Вы какой пост имеете? Поститься не есть, что ли? Ну не есть, это не есть пост. Это пост начинается, там, изменение сознания и так далее, и так далее. А уже не кушать, это самую последнюю очередь. Это помощь в посту. А настоящий пост, это надо ходить в церковь, там, ближнему помогать и т.д. А с какой целью поститься? Надо просто жить, чтобы не грешить, и все. А пост это не значит, что надо не есть что-то или что-то не пить. Это совершенно не означает. Просто вести надо себя по-божески, и все. Не, ну как, я в церковь хожу периодически, но не настолько еще, чтобы поститься и прочее. Лучше, конечно, поститься. Мы считаем, что лучше поститься. Почему? Ну, очищается же там душа, тело, дух, там, человек. Ну так, ограничиваю в чем-то себя только иногда. Но на посту не сижу. А в чем ограничиваю себя? В сладком, в печенности. А так, все ем подряд, остальное. 1 марта не стало советского и российского ученого-физика, лауреата Нобелевской премии и политика Жаре Салферова. Он скончался на 89-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Ученый стал автором более 500 научных работ и почти сотни изобретений. Россиян интересовали открытие Жаре Салферова. А вот что искали на минувшей неделе, саратовцы расскажем в нашей постоянной рубрике. Начнем по традиции с пятой строчки. Отчаянные домохозяйки искали самые экзотические рецепты блинов. Старались поразить своих близких. Напомним, масленица длилась 7 дней. Это единственный языческий праздник, признанный церковью. На четвертом месте по популярности последний день масленицы. Его называют еще прощенное воскресенье. Тройку лидеров тем минувшей недели открывает премьера фильма «Капитан Марвел». Она состоялась в международный женский день. Мужчины искали чем развлечь своих любимых. Поход в кино оказался выгодным вариантом. Американский супергеройский фильм основан на комиксах. Смерть танцора и вокалиста британской электронной группы «The Prodigy» потрясла его поклонников. Напомним, тело Кита Флинта обнаружили 4 марта в его же особняке. После смерти вокалиста группа отменила все концерты. На первом месте запросы темы о 8 марте. Конечно же, искали оригинальный подарок и не только. Согласно исследованиям, мужчины запрашивали в поисковиках четверостишья, чтобы поздравить своих дам. О главном к этому часу все еще больше новостей на нашем сайте saratov24.tv. Я же с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго.